Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Воистину воскрес! Жития святых во свете Библии. Открытым оком. Вопрос 2163. Случалось ли, что сам Бог вытряхивал спрятавшихся из их скрытых келей с повелением идти на дело Божие, проповедовать миру о Христе? Ответ. И такое было, но не часто. Надо помнить, что если один раз человек где-то уже подобное делал, и Бог его предупредил или наказал, то это значит, что и другим тоже будет. Вот пример. Во время войны свои из одного города не пришли на помощь. Сидели, как монахи в пустыне, и Бог истребил их. Судей 5.23. Проклините мироз, говорит ангел Господень, проклините, проклините жителей его за то, что они пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми. Содом один раз горел, и запах серы да ныне в той окрестности, а сегодня в благоуханной комнате мужеложники утешаются. Но они уже в том море содомском и геенском. Смиренные епископы и монахи этого не любят и грозятся. Иеремия 26.11. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу. Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами. Стефан Исповедник. 15 декабря. Семи лет родители отдали его для обучения грамоте. Он оказался способным к учению. И в скором времени хорошо навык в Божественном Писании. Несколько лет прожил блаженный Стефан у патриарха, служа в Святой Церкви и живя в воздержании и чистой совести. Потом он тайно от всех ушел из Старьграда, и придя в некоторый монастырь, принял там иноческие опострижения, подвязался в добродетелях. Затем, божила в безмолвейшее житие, удалился из монастыря, и, найдя уединенное, никому неизвестное место, прожил там довольно время, работая Богу в посте и молитвах. К святому же Стефану, который в то время в скрытом месте своем молился Богу, явился тот же ангел, Господний в белой одежде, и убоялся святой Стефан, и в трепете пал от страха на землю. Взяв святого за руку, ангел успокоил его и сказал, «Я, ангел Господень, и послан от Христа Спасителя возвести тебе радость, и повелеть идти в город Сураж, чтобы ты научил людей христовой вере». Это очень редкий такой случай. Ефрем Сирин, 28 января. Преподобный Ефрем то пребывал в пустыне, в безмолвии работая Богу, причем собрал там и множество учеников, то по повелению Божию жил в городе Эдессе, приводя многих людей к покаянию и приобретая для Бога погибшие души своими поучениями. Настолько он изобиловал душеполезными словами и был преисполнен благодатью Божией, что много раз у него изнемогала гортань от напряжения голоса, а язык от произнесения слов. Однако речи его не становились короче, тем более, что ум его был преисполнен глубины, премудрости и разума. Кроме того, он был исполнен глубокого смирения, всячески избегающего человеческого почитания и временной славы. Один раз народ хотел схватить его и насильно поставить в епископы. Ефрем, узнав об этом, притворился юродивым и начал бегать по площади, влаща за собой свою одежду, как безумный, схватывал продаваемые хлебы и овощи и ел. Видя это, люди сошли его помешанным, а он бежал из города и скрывался, пока не был поставлен другой епископ на то место, на которое его хотели поставить. Ефимий Великий, 20 января. Аспевет, он же и Петр, услышав, что преподобный Ефимий возвратился в свое место, возрадовался и пришел к нему со множеством царо-сын, с женами и детьми и просил его сказать им слово спасения. Старий же, преподав им по учению, обратил ко Христу всех пришедших с Аспеветом, приведший их в Нижний монастырь, он просветил их святым крещением и пробыл с ними семь дней, поучая, утверждая их в вере. После этого, стремясь к безмолвию, он возвратился в свою пещеру. Серафим Саровский, 2 января. Народа, особенно за последние 10 лет его жизни, к нему стекалось ежедневно до тысячи человек, а иногда до двух и более. Преподобный Серафим говорил не раз, положим, что я затворю двери моей кельи. Приходящие к ней, нуждаясь в слове утешения, будут заклинать меня Богом отворить двери и, не получив от меня ответа, с печалью пойдут домой. Какое оправдание я могу принести Богу на страшном суде его? Он шел ко мне, как и другие, как и ты шел, как к рабу Божию. Я грешный Серафим, так и думаю, что я грешный раб Божий, что мне повелевает Господь, как рабу своему, то я и передаю требующему полезного. Первое помышление, являющееся в душе моей, я считаю указанием Божиим и говорю, не зная, что у моего собеседника на душе, а только верая, что так мне указывает воля Божия для его пользы. Как железо к овощу, так я передаю себя в свою волю Господу Богу, как Ему угодно, так и действую. Своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю. Петр Афонский, 12 июня. Вместе с этим Петр призывал на помощь и просил многосильных ходатайств перед Богом у великого чудотворца, святителя Николая, скорого помощника, находящегося в бедах. Петр издавна имел по Боге великую веру и любовь к святителю Николаю и часто к нему обращался за помощью. К своей молитве Петр присоединил такое обещание. Если он избавится от уз, в плену, то уже не возвратится более в мир, не пойдет даже в свой дом, но тот же же отправится туда, куда направит его Бог для выполнения иноческого подвига. Он помышлял, если только Бог освободит его от уз, отправится в Рим, чтобы там при гробе святого верховного апостола Петра постричься и дать обет отречения от мира. «Дерзай, брат Петр, — сказал святитель, — и, отложив печаль, расскажи о своих обетах. Исполнишь ли свой обет, — сказал ему святой Симеон, — быть иноком и проводить добродетельную жизнь? — Да, владыка, — отвечал Петр, — с помощью Божия исполню. Вот, брат, ты в своей земле имеешь свободное время для выполнения своего обета. Исполни его вскоре, чтобы снова не попасть тебе в Самарскую темницу». Когда Петр подходил к Риму, святитель Николай явился папе ночью, в сонном видении, держа за руку мужа и указав на него папе, рассказал по порядку, как освободил его из Самарской темницы, а также упомянуло о том, что этот муж дал обещание постричься у гроба святого верховного апостола Петра. Святитель назвал имя этого мужа и повелел папе, чтобы он принял его и вскоре выполнил его желание. На Афонской горе, — отвечало Богородица, — будет ему покой. Сам он отправился в утесистые места, проходя многие болота, пропасти и леса, пока не нашел для своего обитания одну весьма темную пещеру, где было множество гадов и даже бесы. Сколько претерпел там преподобный на пасти от бесов и сколько перенес бедствий, сказать невозможно. Умру здесь, если так угодно Богу моему. О безмолвии же не печальтесь, так как я там находил. Там находятся монастыри, удобные места для безмолвия отшельников. И ты можешь поселиться в той обители, где пожелаешь. К тому же и сам ты рассуди по справедливости. Что лучше любит Бог из двух? Отшельничество в пустыне, в ущелье гор, приносящее пользу только для самого отшельника. Или житье богоугодного и боговдохновенного мужа своим учением многих, обращающего к Богу и наставляющего на путь спасения. Поистине, второе лучше, как свидетельствует сам Бог во Святом Писании. Еремея 15,19 Если извлечешь драгоценное изничтожного, то будешь, как мои уста. Ведь ты знаешь, что в нашем городе многие погрязли в глубине страстей и требуют такого человека, который бы был в состоянии призвать их к покаянию. Тебе, Господин мой, будет определенно большее воздаяние от Бога, если ты, пришедший, обратишь их к Богу. При этом и нас, рабов твоих, всем сердцем любящих тебя, зачем презираешь, удаляясь от нас и скрываясь в пустыне. Сие и многое сему подобное говорил бес со слезами. Так что святой немного смутился и прослезившись сказал ему, сюда привел меня не человек, не ангел, но сам Бог и причистая Богородица. Если не будет от них повеления выйти отсюда, я не покину этого места. Бежа, услышав имя Божьей Богородицы, тотчас исчез. Удивился святой кознем бесовским, но, оградив себя крестным знамениями, и впервые ум свой к Богу пребывал в покое. Вопрос 2164. Всегда ли тихо и кротко отвечали на допросах мучителям схваченное имя христиане? Ответ. У вас совершенно неверно понятие о христианах, что они никогда и нигде грубо о слове не скажут и никого не оскорбят. За себя – да, они тут готовы все перенести. А вот когда дело доходит до защиты веры, учения Христа, тут они выступали с таким жаром и находили такой словарный запас, что тогдашним прокурорам приходилось только безвышно ртом воздух хватать. Апостол Павел сказал Волхву Диана 13.10 О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Кадра 10 марта По прошествии немногих дней я отойду к моему Богу. Ты же вечно будешь горько стонать, потому что не захотел познать Бога, даровавшего тебе настоящую жизнь. Сын сатаны, брат дьявола, сообщник бесов нечестивых, превосходящий свиней своим бессловесием, бешеный пес, кровопийца, змей, а точнее зверей, пожирающий омерзительное мясо в капищах. Это он так говорит, кто его допрашивает. Вопрос 2165 Мы привыкли, что святые очень кроткие и с ними так просто было жить. Но так ли это? Ответ Они были люди и некоторые живыми сохранились даже в монашестве и святительстве. Встречаются такие биографии святых, с которыми жить было опасно. Они сеяли вокруг себя смерть и наказание. Может быть, нам таких не хватает на этот бедлам патриархийный-то, чтобы он укоротил взорвавшихся? Деяние 5.9 Но Петр сказал ей, что это согласились мы искусить Духа Господня. Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Филипписам 2.12 Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Иона, митрополит Московский, 31 марта. Святой Иона сподобился получить от Бога дар чудотворения, исцелять недуги и предсказывать будущее. Так, молитвой своей он возник от одра болезни дочь великого князя, бывшей при смерти. Видя это чудо, один неверный по наущению дьявольскому стал говорить святому, что великая княжна исцелилась от болезни не по его молитве, а что болезнь прошла сама по себе. Тогда блаженный Иона, призвав человека того, поучал его не хулить благодать Святого Духа и говорил ему, сын мой, не сомневайся ни в чем, ибо невозможное человеком возможно Богу. Лука 18.27 Бог даровал жизнь от раковицы по вере, а главное надежде ее державных родителей. Но тот не поверил святому, начал произносить еще более хульные слова. Тогда святой Иона сказал ему, пусть свяжется язык твой, пусть заградятся хульные уста твои вместо той девицы, бывшей при смерти, умрешь ты. И точно богохульник упал на землю безгласным, отнялся язык его, он только поводил глазами, через несколько времени спустил дух свой, за то, что осмелился хулить дар Святого Духа, находящийся в том великом святителе. У святого митрополита был один инок по имени Пимен, заведовавший погребом, которому поручено было поить приходящих немощных нищих. Однажды пришла к нему убогая вдова и попросила его дать ей немного меду, вследствие ее болезни. Но инок тот со злобой сказал, уйди, теперь еще не время давать пить. Вдова ушла со скорбью. Узнав о том, святитель Божий призвал Пимена, сказал ему, брат, не знаешь, какую оскорбил ты вдову? Она угодница Божия. За это Бог наказывает тебя смертью. Пойди покайся в грехах своих, так как настало время тебе умереть. И повелел святой его на духовнику своему постриж Пимена в схему. И в самый день пострижения он скончался по слову святителя Божия. В другой раз святой дал одного из послушников своих много денег для раздачи бедным. Но тот часть денег раздал, а часть утаил себе. Случилось, что однажды пришла к святому бедная вдова с жалобой на послушника и говорила святитель Божий, твой послушник ничего не дал мне из завещанных тобою денег. Святитель призвал послушника спросил его, зачем ты оскорбил эту вдову и не дал ей ничего. Он отвечал я дал ей много, но она бесстыдно просит большего. Вдова же отрицала то и настойчиво утверждала, что не получала от него ничего. Послушник воскликнул с гневом уходи, ты умрешь, потому что лжешь. Тогда святой сказал ему не будет так. Вдова это говорит правду, а ты крадешь и лжешь, а она будет жива, а ты умрешь. Тот сейчас же послушник заболел горячкой и умер. Церковный сторож соборной церкви по имени Максим, обходя в одну ночь по долгу службы своей вокруг церкви, нашел ее отверто и увидал, что в ней горят свечи и поют священники. Он очень испугался и побежал сказать о том ключарю Ирею Якову. Тот поспешно отправился, но нашел церковь запертую, как и была, но изнутри был виден свет. Он отвер голос из алтаря говорящий Яков, пойди скажи рабу моему митрополиту Ионе, что так как он просит у меня ради телесной болезни душевного спасения, я услышал его просьбу, пошлю ему на ногу язву, от которой он умрет, пусть ввиду скорого представления немедленно окончить дела возлагаемой обязанностью архипастыря. Услыхав тот голос, Яков исполнился страха и ужаса, недоумевал и никому поведения даже самому святителю Ионе. Утром на рассвете дня святой Иона призвал к себе Якова, спросил его, где ты был ночью, Яков, что ты видел и слышал, почему ты не возвестил мне того, что было тебе открыто обо мне? Яков устрашился, упал к ногам святителя и сказал, Владыка, прости меня, я не смел сказать тебе об этом, но я вижу, что тебе открыл об этом святой дух. Святитель сказал, Бог да простит тебе сын мой, но скажу что Бог отнимет у тебя супругу твою. Пойди же позаботься поскорее о душе ее, чтобы скончаться ей в покаянии. Лев Катанский 20 февраля. В одни его в Катане был некий волх именем Илиадор. Он был сыном верующим во Христа, благочестивых родителей-то, и сам был просвещен святым крещением, но потом тайно отвергся от Христа и стал служить бесом, научившись от одного иудеянина волхвованию. Таким образом он считался христианином, но на самом же деле был язычником, служителем бесовским и великим волхвом. Нисколько не лучше того древнего волхва Симона, которого в свою молитву предали смерти святые верховные апостолы Петр и Павел. Во всем был подобен ему Илиадор, совершая удивительные волшебные чудеса. Он через свое внушение достигал того, что людям казалось будто по сухой земле, на путях истогнах текут реки, так что граждане обоего пола обнажившись среди города переходили, как им казалось, реку. Камни он обращал в золото, но лишь на малое время. На торжащих волхвованиями своим он причинял купцам большие убытки. Благородных девиз, дочерей, честных и сыновитых граждан он своим волшебством так возбуждал плотскому греху, что они, забыв стыд, оставляли свои кровы и родители и ради любодеяния бегали по различным местам. Когда же егемон Луси сделал донесение о нем царям Льву и его сыну Константину Багрянародному, то цари послали повеление взять его. Но Илеодор сам отдался в руки людей, искавших его. Он сел с ними на корабль в катане и в тот же день пристал к царь Граду, проплыв в один час в такое расстояние, об котором имеют понятие только люди, переплывающие с запада, от Сицилии на восток до Фракии. Явившись перед царями, он был осужден ими на смерть. Но тот сейчас же на царских глазах стал невидим и опять появился в катане, будучи вторично призван стать Град и осужден на усещение мечом. Волк снова стал невидим. В то самое время, когда воин, подняв меч над его головой, сильно взмахнул им, так что меч ударил только по воздуху и опять этот черодей ощутился в катане. Сейчас-то убеждал его святитель Христов Лев отстать от таких злых дел и раскаившись обратиться к Богу. Но нельзя было уговорить Илеодора, как нельзя сделать белым эфиопа и твердый камень обратить в мягкий воск. Нищесивец не только не исправился, но задумал еще большее зло. Он простер свое волхвование на самого архиерея Божия, желая своим волхвованием насмеяться над ним. Однажды, в торжественный день одного праздника, святитель в присутствии всего народа совершал со всем своим причинам в церкви божественную службу. В храм вошел и волх Илеодор, как лицемерный христианин, и начал тайно совершать свои волхвования. Через них он достиг того, что один из народа стали топтать в церкви, словно лошади, ногами и рычать подобно зверям, а другие стали неудержимо хохотать, а иные стали гневаться. Волх же хвалился, что сделает еще то, что и сам епископ со всеми своими пресвитерами и клериками, прекратив служение, будет тут же скакать и писать, как будто под звуки музыки и органов. Святитель Божий, уразумев помышление Илеодора, преклонил колени перед престолом Божьим и усердно помолившись, встал, вышел из алтаря и, взяв своим амофором за шею волшебника, связал его и, выведя его затем из церкви на середину города, повелел народу, чтобы тотчас же принесли побольше дров и развели бы сильный огонь. Когда его приказание было исполнено, святой расспросил Илеодора о всех его волхвованиях и чернодеяниях, а после того, держа его связанным своим амофором, вошел с ним на огонь и, находясь среди пламени, держал его и не покидал своего места до тех пор, пока нещесивый волх весь не сгорел. После этого архиерий Божий Лев, возвратившись в церковь, докончил божественную службу. Это преславное чудо всех привело в ужас, и, подержав пламени волхва, сам святитель не только не опалился в огне, но даже огонь не коснулся его святительских облачений. Роса Духа Святого окружила его в пламени и защищала от опаления слух. Слух об этом прошел по всем концам земли. Цари, узнав о таком чуде, призвали святого с великой честью к себе в Царьград и при павке ощественным ногам умоляли его помолиться за них. Вопрос 2666. Когда обнаружили в Красноярской тайге староверов Лыковых, то писали про них, что сын их Савин спал сидя и отвечал, что так угоднее Богу. Откуда это он взял? Ответ это если в житиях. А они могли взять это из прологов, на основе которых и жития составлены. Так понимали, что если что-то сверхнеобычное делать, утруждать и угнетать плоть, то Бог наградит чудотворением или даром исцеления. Исайя 58.3 Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Исайя 59.11 Все мы ревем как медведи и стонем как голубь, ожидая суда и нет его спасения, но оно далеко от нас. Агапит исповедник 18 февраля. Родители его были христианами. Еще в молодых годах он принял иночество и поступил в один из монастырей своей родины, где подвязалось более тысячи иноков. Научившись от них добрым иноческим навыкам, преподобный вскоре стал искусным исполнителем заповедей Господних. Он так ревностно подвязался в пасти и бодрствовании и молитве, что у всех вызывал удивление. Он носил одежду из древесной коры, питался нередко в течение 80 дней залой вместо хлеба, отказывался от сна и, посчитая и называя всех иноков обители своими господами, старался быть полезным им разными монастырскими услугами. Только еще нащупывающий дорогу к Богу работник в лагере Станы Михаил Иванович Стэрф написал о своем ведении мечты. Это то, другое, а то. Вопрос 2167. Если надежда, что епископы поймут необходимость пробуждения, что наконец-то я начну содействовать просвещению народа, если у вас известие, что хотя бы один из них начал меняться в лучшую сторону, ревновать об истине. Ответ. В этом случае приходится говорить уже как о чрезвычайном чуде из чудес, просто из области мифотворчества и фантастики. Но мне и такое пришло в жизни испытать. Вот как дело развивалось. Предлагаю вам ознакомиться только с одним письмом моим к архиерею, как раз к нашему, который и ныне здравствует и уже по другому мысли, чем 7 лет тому назад. Мы очень благодарны Господу, что наш архиерей поддерживает наши начинания по просвещению и не отбрасывает в отвал наши книги. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, мир вам пресвященнейший владыка Евтихии. И далее я говорю, что он нападал на материал о слове, на материал, чтобы на русском языке не проповедовать, о войне. Но я это все доказал по Библии. Старобрядцы ругают 300 лет Никона за его жестокость. Хвалят же Аввакуум Протопопа, который говорил царю Алексею Михайловичу, ты мне, Михайлович, дай власть. Я из них Никонян сок-то выжму. Я их всех перепластаю. Просто Бог не дал Аввакууму власти, а то бы еще и похлеще Никона завернул. Вот как говорит Господь, чтобы мы помнили об этом. Буду только рад и всегда ищу церковной цензуры. А покаяние каким чином? Архиерея сильно грозила, мы стали молиться об этом, а он потом сам стал за русский язык. И оттого, как будто никогда ничего и не было. Тяжело нам смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличные пути его. Я многое пропускаю, потому что это в книге можно будет найти. И как бы это не из жития святых показано такое. Вот. Пресвященные втихи помнят это. В связи с вашим сообщением, мне думается, что все вы, пастыри духовенства, должны поддержать свою аву. Это Лавр уже отвечал, жалобщим у нас одному. Но они, которые жалуются, они сами-то ничего не имеют и ничего не делают. Вопрос 2168-й. Хотя вначале действительно апостолы были и женатые, но сам же апостол Павел говорит, что семейный уже не так может полно отдаваться на служение церкви. Разве плохо, что сейчас все епископы монахи, они служат только Богу во всей полноте и любви ко Христу. Ответ совсем даже неплохо. Но на это Господь нам отвечал очень кратко так. Он говорит, и Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так, Матфея 19.8. То есть, что бы ни приводили люди в основании свои нужды, и даже если бы подтверждали это соборными позднейшими постановлениями, но все же Бог изначально этот вопрос установил разрешать совсем не так. Придумали по согласию массовые разводы законных браков производить ради славы же Божьей пользы церкви. Это все жестокосердие и от комплексов, иногда даже чрезвычайно духовных заклиниваний на бисередевство. Хотя бы тысячи вселенских соборов устанавливали свои каноны, что епископы могут быть только монахи. Все это есть иисусветная и дикая ложь на закон Божий и на Дух Христов, который дал изначально свои откровения. И по этому вопросу в Библии а слова Писания неизменны до второго пришествия. Об этом так и говорит. О монашестве. В первые четыре века христианства епископы могли быть в супружестве. В первые века сами аскеты могли невозбранно оставаться в кругу семейным и общественным. Таким образом, супружество епископов в первые века должно быть понимаемо вовсе не как совершенство с церковным устройством и управлением а скорее как несовершенство по крайней мере неопределенность. Но епископ должен быть муж не порочен а одной жены муж. Что тут дальше толковать-то? Это я все беру из книги Ян епископ Смоленский о монашести епископов Почаев 1904 год Монреаль 1980 157 страниц. Вот. У Климента Римского написано епископату хорошо быть безбрачным. Если же не так по крайней мере быть единобрачным. Апостольское сороковое правило тут большое правило 51 правило Если кто епископ или присвятер или диакон или вообще священного щена удаляется от брака и мяса и вина не ради подвига воздержания но по причине гнушения забыв что все добро зело и что Бог созидая человека мужа и жену сотворил их и таким образом хуляк плевещет на создание или да исправится или да будет изверженность священного чина и отвержен от церкви все Аминь